Я приветствую уважаемых подписчиков и зрителей моего канала. Меня зовут Совер. И сегодня у нас очередная посылочка. Хочу ее открыть, показать что-то. Надеюсь, кому-нибудь это поможет с выбором. Давайте приступим. Купил я ее в одном интернет-магазине. Прямо все на скотч. Есть две одинаковых вещи. Вещи там называются пончо. Пончо австрийской армии. Интересно, насколько это пончо оригинальное. Давайте попробуем найти какие-нибудь шильдики, нашивочки. Ага, вот я вижу. Да, похоже, это действительно австрийское пончо. Фокус. Я видел, как должна выглядеть оригинальная наклейка. Она должна выглядеть именно так. Вы видите, что это сделано в 1983 году. То есть это какие-то запасы. Пончо новое, недоушное. Вы видите, швы проклеены. Клей, соответственно, не испорчен. Везде абсолютно нормально. Пончо имеет прямоугольную форму. Чуть попозже я померю его. И скажу, вот капюшончик. Вот сейчас возникнет внутренняя часть. Клей весь абсолютно нормально. Капюшон имеет утяжку. Еще есть утяжка на животе. Вот так выглядит. По периметру, соответственно, мы имеем рюверсы. И кнопочки, чтобы можно было его, это пончо, скрепить на голове и сделать такие удобные рукава. Мне очень удобно для чего показывать, конечно. Тяжка больше нет. Давайте сейчас его померю и скажу, какие размеры. Итак, я померил пончо. Его размер 160 по 200. Какие особенности? Значит, рюверсы. Рюверсы расположены по углам и посередине. Посередине, спереди и сзади. Если вы одеваете его, то спереди и сзади. По бокам расположены только точно так же рюверсы посередине. Дальше идут кнопки. Причем, конструкция кнопок такова, что вы можете застегивать его с любой стороны. Каждую кнопку. Вы можете застегнуть как рукав. Побольше, поменьше. Зачем сделана такая конструкция? Она сделана для того, чтобы несколько плащ-палаток и пончо вы могли соединять в одну большую структуру. Соответственно, на каждой половине стороны расположены раз, два, три, четыре клёпки. То есть, если брать длинную сторону двухметровую, то клёпок у нас получается восемь. Цвет олива. Насколько я знаю, австрийские пончи выпускаются только в этом цвете. Давайте, наверное, померим еще вес этого пончо. Мне будет интересно, сколько оно висит. Сложим только. Так, вес пончо 633 грамма. Я взял два, потому что у меня есть планы и на одно, и на второе пончо. Что могу сказать, что меня не порадовало. Мне не порадовало то, что эти пончо поставляются без чехла. Ну, может быть, так оно и есть. Это я не знаю. Вот, соответственно, шильдик на втором пончо. Ну-ка, посмотрим еще раз шильдик на первом пончо. Мне казалось, что он немножко другой. Да, как ни странно, шильдик на первом пончо отличается. Может быть, их здесь два. Вот это шильдик на первом пончо, в 83-й год. Вот это шильдик еще раз на втором пончо. Тоже в 83-й год. Сейчас я быстренько посмотрю. Может быть, их действительно два. Вы знаете, как бы шильдик один. Соответственно, у нас получаются эти пончо разные. Хотя материал SD один и тот же, и год выпуска тоже один и тот же. И то, и то, на самом деле, пончо австрийское. Потому что в интернетах я встречал действительно два разных шильдика. И такой, и такой. Вот, наверное, по обзору это все. Понча вещь полезная. Стоит не слишком дорого. За пару я заплатил с учетом доставки где-то 2000 рублей. Пришло довольно быстро. Неделя прошла всего. Покупал я их в отечественном, в российском интернет-магазине. Так что цена не слишком велика. А вещь эта намного более полезная, чем зонтик. Если вы выходите куда-то на природу. На какой-то бушкрафт. Вывозки какие-то. Вещи, которые могут спокойно лежать в себе в рюкзаке. И в отличие от зонтика, она укрывает вас вместе с рюкзаком. То есть вы надеваете рюкзак, сверху надеваете пончо. Можете спокойно совершенно передвигаться, защищенной от воды. При этом руки у вас остаются внутри этого пончо. Вы можете что-то делать. Точно так же из этого пончо можно натянуть небольшой навесик. Устроить себе какой-то ночлег. Укрыться от дождя. Не только самому. В походных каких-то условиях, когда вы идёте. Но и когда вы остаетесь на какой-то ночёвку. На какой-то привал. Напомню. Размеры 160 см на 200 см. В принципе, под таким пончо можно спать. В интернете полно довольно видео, как устанавливать этот пончо как тент, как повадку. Напомню, что клёпки сделаны таким образом, что два пончо можно объединить. И тогда, соответственно, его размер будет по одной из сторон в два раза больше. И можно уже установить полноценную повадку или большой тент. На этом однозначно всё. Было приятно в очередной раз с вами пообщаться. Оставляйте вопросы. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки, как обычно. Увидимся в следующем видео. Всего доброго. Пока-пока.